Сегодня прошло второе по счету заседание комиссии по земельной реформе. Если первый длился порядка 7 часов, то на этот раз участникам удалось управиться за меньшее время. По итогам собраны десятки предложений и рекомендаций. Их еще предстоит систематизировать и рассмотреть. Главными темами нынешней встречи стали три вопроса. Продавать или не продавать казахстанцам землю, а также как быть с арендой. Вопрос об аренде земель иностранцами члены комиссии обсудят в следующую субботу на третьем заседании. Прежде чем приступить к обсуждению повестки дня, члены комиссии решили утвердить руководители рабочих групп. Для эффективной деятельности и оперативного принятия решения на предыдущем заседании участники договорились разделиться на 4 блока. По экономическим вопросам, по правовым, по информации и разъяснению работы комиссии, а также по обеспечению открытости процедур. В итоге после общего голосования председателями рабочих групп были избраны Ахилбек Куршбаев, Мухтар Тайжан, Мурат Абенов и Дос Мухаммед Кушимов. Мы проанализируем все те предложения, которые поступают. Как вы видите, на сегодняшнем заседании очень конструктивный идет разговор, очень конкретные предложения. Наша задача сделать хорошо народу. Многие сегодня высказывают точку зрения. Чтобы эти позиции донести до работы республиканской комиссии по реформе, такая группа создана. И во-вторых, конечно, эта группа будет заниматься тем, что информировать население и различные группы о том, что на комиссии рассматривается, какие позиции есть. Работа этой группы самая тяжелая. Нужно очень постараться, чтобы доходчиво и прозрачно донести до населения озвученные на заседаниях мнения, предложения, да и принципы деятельности самой комиссии. Главными вопросами второго заседания стали три темы – продавать или не продавать землю казахстанцам, а также нужно было определиться с арендой. Что касается иностранцев, то этот вопрос решили рассмотреть на третьем заседании. Что касается продажи казахстанской земли иностранцев, об этом не может быть и речи, потому что такой нормы в новом земельном кодексе нет. Нашим же гражданам землю продавать надо, потому что это поможет дать новый толчок развитию аграрного сектора Казахстана. При этом надо четко понимать, что частная собственность на землю у казахов существовала издревле. В этом для нас ничего нового нет. Также надо дать возможность нашим гражданам брать землю в аренду, чего в новом земельном кодексе оказалось не предусмотрено. Если на первой встрече члены комиссии только высказывали свою позицию, то отличительной особенностью этого заседания стала дискуссия, и каждый выдвигал свои рекомендации. Так, например, Азат Перуаша предложил на первом этапе ввести лимит или ограничение для желающих купить или арендовать землю. Иначе, по его словам, богатые землевладельцы могут скупить все свободные территории, не оставив простым крестьянам ничего. Мы не должны допускать монополизации. И для того, чтобы обеспечить все-таки справедливую, понятную продажную конкуренцию, надо и определить максимальные пределы наделов. Но и самое главное здесь даже не в этом, а в том, чтобы в целом информация по земле была максимально доступна, понятна, продажа для людей, которые хотят работать. От Министерства национальной экономики поступает очень много предложений о повышении налогов на арендованные земли. Тогда, по нашим расчетам, разницы-то никакой. Что ты купишь эту землю, что арендуешь? Я думаю, этот вопрос нужно проработать. Как раз два новых министра пришли. Сами аграрии считают, что для казахстанцев все-таки необходимо оставить норму об аренде или выкупе земли. Кроме того, для молодых людей павлодарский фермер Александр Поляков предложил внести особый пункт. За прошедшую неделю встречались с сельхозтоваропроизводителями. Люди в целом поддерживают те изменения, которые были нести в земельный кодекс. Но поступило такое предложение. Пройдет 10-15 лет. Подрастет молодое поколение, которое не будет иметь средств для выкупа земли. Есть возможность предусмотреть для молодых людей, допустим, в возрасте до 30 лет, возможность взять землю в аренду сроком на 10 лет, чтобы можно было наработать первичный капитал для последующего выкупа. Сегодня в республике имеется 108 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Около полутора миллионов уже находятся в собственности почти 25 тысяч фермеров или крестьянских хозяйств. На мой взгляд, крестьяне, которые работают с землей уже не первый год, это зерновые, садовые. Я думаю, считаю, им нужно дать возможность выкупить частную собственность. Опять-таки, нужно проверять, насколько они эффективно используют землю. А пастбищные земли, на мой взгляд, нельзя продавать частной руки, она должна оставаться государственной собственностью, потому что это очень сильно ограничивает животноводов. Как бы там ни было, сегодня члены комиссии собирали предложения, а их поступило немало. Кроме того, со всех уголков страны на специальную горячую линию и сайт продолжают идти рекомендации. На сегодняшний день их более тысячи. Сленам комиссии и рабочим группам до конца следующей недели еще предстоит их систематизировать и рассмотреть. И, очевидно, на третьем заседании собраны инициативы, рассмотрят еще раз. В субботу мы уже окончательно сформированные позиции рабочих групп обсудим. Естественно, сразу решение никто не принимает. Мы договорились о том, что мы будем выезжать в регионный, расскажем нашему населению в регионах, заслушаем их мнение и уже в конце сформулируем окончательное наше понимание, видение, предложение с тем, чтобы можно было уже дальше ввести парламент. В следующую субботу уже на третьем заседании члены комиссии рассмотрят вопрос о аренде земли иностранцами. Армен Ижанов, Иван Тулинов, Бахтир Заев, Ерлан Наурызбаев и Аят Дусимбаев. 24 КИЗа.